2020 год вошел в аграрную летопись Хакасии как рекордный по многим показателям. Шутка ли, некоторые хозяйства нашего региона добились урожайности 70 сантиметров с гектара. Кроме того, республика полностью реализовала проекты в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. На эти цели Минсельхоз России выделил порядка 420 миллионов рублей, которые позволили проделать большую работу. Капитальный ремонт ДК, спортивных площадок. Мы сделали два водопровода по нашей программе. Это деревня из Искекопии, деревня Кургана. А также самый большой объект, который 260 миллионов стоил нам, построили очистные сооружения в селе Белый Яр. Хакасская делегация во главе с Валентином Коноваловым встретилась в Москве с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. В 2022-2023 годах планируется построить новые школы в Белом Яре и Аскизе, а также детский сад в селе Первомайское Багратского района. Помимо этого, речь идет о целом ряде других населенных пунктов Хакассии. Цена вопроса свыше 2 миллиардов рублей. Мы подали на 2022 год 52 проекта. Все территории нашей республики Хакассия, я имею в виду муниципальное образование, отработали хорошо, представили много интересных объектов. Поэтому все сейчас зависит от Российской Федерации, от министрихоза Российской Федерации, как они этот отбор проведут. Особое внимание столичных специалистов привлек опыт Хакассии в сфере овцеводства. Это и выплата по 500 рублей за ягненка, полученного путем искусственного осеменения, и дополнительная финансовая помощь хозяйством из расчета 25 рублей за килограмм, сданной на переработку баранины. В следующем месяце первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хакуов собирается лично побывать в нашем регионе, чтобы обсудить Хакасский опыт на совещании Сибирского федерального округа. Оскар Артамонов, Антон Михайлов, РТС